Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампири, из Финляндии. Я накрутила бигуди, собираюсь на праздник. Раз за лето мы собираемся с соседями. Ну, конечно, очень тяжело собраться всем, чтобы всем подошёл этот день. Но мы смеёмся с Майей. Многие помнят мою соседку и мою другую соседку, и её, которая была вот таким директором школы. Я говорю, главное, чтобы подошло нам, а остальные пусть подтянутся. Особо макияжа я не делаю. Вот подвела немножко глаз, нанесу помаду и, как говорится, будьте любезны, сидим на улице. Ну и подарочки тоже хочется отнести. У меня осталась вот такая бутылка лимончелло. Я думаю, даже если она откроет и попробует, всегда можно рюмашку принять. Единственное, нужно сказать, что здесь всё-таки такое, знаете, вырви глаз. Не то, что пьёшь ликёр, вот как финны привыкли пить ликёр. Всегда что-то хочется подарить. Ну и мужу положила 6 банок пива. Вот, как говорится, в холодильнике лежали холодненькие. Как раз ему, как говорится, для сауны. Ну и себе взяла бутылку красного вина. Вот это вино мне привозила моя питерская подруга. Я обожаю грузинские вины. Народ, пишите, кто со мной на одной волне. Вот это вино, конечно, самое хорошее. Я купила в Лидоле вот такую подставку для бутылки. Если на улице стоит, то она не нагревается. И у меня вложена наша еда в холодную сумку. Добро пожаловать на наш канал! 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 И вот это платье, Майя сказала, что это ее любовь, и, конечно, что на подкладке. Я говорю, ну как суперски, что на подкладке, не надо думать, что поддеть под низ, какое-то платьишко и так далее. Ну я говорю, что вот это, например, платье не похоже на Маримекко, но опять же люди знают и понимают, и Майя сказала, что очень хороший фасон, здесь вот такая складка. Я говорю, да, у тебя большая грудь, это всегда сядет лучше, не то, что прям впритык, впритык, впритык. Я люблю, как creepy. Самая ее любимая. Ну, и оно расклешено к низу. Модель А-шейп или А-линия, как говорят финны. Ну, и мне кажется, очень красивое. Оно длиннее вниз, зад. И, короче, перед единственной, Майя сказала, что очень была большая прайма. Ну, она прихватила просто ниточкой вот эту прайму. Я говорю, да, когда с большой грудью женщина и виден бюстгальтер, это тоже всегда не их. Вот она тут буквально прихватила два стежка. Ну, я говорю, ты это просто супер, молодец. И вот. И вот. И вот. Вот это платье тоже, Майя хвалит, какой красивый материал. Я говорю, посмотри, как сделано. Ну, просто нет претензий, как говорится, к качеству. Я обожаю качество материала. Я обожаю даже, какими нитками пошито, как вшито молния. Да, молния находится. И в этом платье тоже перед, короче, зад длиннее. Ну, это просто красота. И посмотрите, какой принт. То есть в таком платье, хоть в театр, хоть, как говорится, на теплоход, на шведский стол. То есть всегда можно принадиться. Ну, я остин, siis, ihan jostain netti, tuolta kirppikselta. Samaten mä ostin tämän netti kirppikselta. Hei, toi on kiva, kun tässä on nuo remmeet. Joo. Onko sinne vietoketju kanssa? Ei ole vietoketju, kun nappi. Ei. Voi hei. Mutta tää oli mun heräteosto. Oi, ei. Siis tää on nahkainen, tämmönen pieni. Ihanaa. Mutta mä ostin tämän hihnan takia. No, tietysti hihna maksaa 89 euroa. Kyllä. Just. Ja alennusmyynnistä. No, tietysti. Maksaa jonkun satasen. Joo. Mutta tiedätkö, mitä? Pelkä tämän takia kannata ostaa. Juuri, juuri. Tämän takia mä tämän... Pelkä tämän takia. Mutta kato. Joo. Ja sitten siis tää, aika kiva. Tän sä saat tämän sun käsilaukun sisällä. Joo. Ja kun tää on tämmönen. Kyllä. Ja tässä on tätä just sitä 60-luvun. Niina. Se on. Jossain vaiheessa ihmiset alkaa kerämaa niitä. Joo. Kyllä. Ja ihan primakunnossa ei mitään. Siis tää on suoraan siis ostettu kaupasta. Ah okei. Mutta lennusmyynnistä. Joo okei. Mutta ostin ihan vain. Mutta laatikkoä läheitä. Sä saat jonkun tiedä, että sinne vaikka sukia. Joo. Kyllä se on se. Ja siis se tuli, toi käsilauku tuli tämmöisessä bussissa. Voi ku kiva. Siinä saa vaatikalsareita kun matkustaa. Niin on niitä vaan. Ihan varma. Tai shoppari teit sitä shopping bussia. Ihan vaan jonkun jotain. Joo ihanat. Voi että. Joo. Ja sit hei. Ystäväni. Tää on vanhaa Marimekko. Joo mä tiedän sen. Leenalla oli tommonen. Ystäväni Anoppi. Oli laittamassa tätä pois. Joo. Ja sä pelastit sen. Joo. Mä tykkään sitä. Voi luo. Se on ihanaa. Kata mä rakastan pilkoja. Joo. Mä sanoit et heität pois. Et varmaan heität. Niin mutta se on just tätä. Se on varmaan 60-luvun. Eikö se on ketua? Ei kun tää on tota. Mä ajattelin kun etiketti. Tää on 2000-luvun 90-luvun. Mä ajattelin 60 kun toi merkä. Tää on siis 2000-luvun alkua. Okei. Koska mulla on tästä semmonen teepaita. Joo. Mä muista Leenalla oli tommonen teepaita kans mun kampaajalla. Joo. Ja sit tota. Siellä kassin pohjalla oli semmonen ruskee semmonen teepaita. Se taina häijätti sen sinne pohjalle ku. Joo. Ja sit se on semmonen menetään katsottu et. Ai tää on semmonen mikä mun tulee käyttää. Noni. Tiiva. Wow. Noi Mä ja конечно kupilla eti sumkit через internet. Taa takut. Sommo-ku tepepound ksel coldok 200 euro. Yacht episinnin ajasun pä узkyn呀. Yachtyssunaewa. Yachtai että sbagkaginan machine on 89. Yachtka кожa. Yachtsettaanzaan. Yachtko t JACOCH. Yacht moto katut dati dugin playkin. Yachttaきます. ты сможешь продать. И, говорит, платье вообще хотели в утиль, я, говорит, спасла его. Я говорю, ты что, конечно, горох и точечка, и вот такое, это моя самая любовь, конечно, красота. Ну и Майя молодец, что она показала свои наряды от Маримеку. Многие спрашивали, я говорю, что вот человек, сойдя на берег, теперь она может наряжаться в Маримеку, не нужно ей носить форму, поэтому, конечно, она хочет быть вот такой женственной, красивой в этих платьях от Маримеку. Ну и я показываю наш спальный район, где мы живем, Лиалахти, вот это Неме, ну и здесь у нас, конечно, вот такой парк, я много раз снимаю в этом парке и показываю, как ремонтируют, что делают, и посмотрите, здесь вот такая карта, где идут ремонтные работы. Я думаю, когда пойдет трамвай, можете себе представить, сколько из центра будут приезжать люди, чтобы погулять по этому парку. Ну, это просто красота. Да, здесь уже разбито и вот эти аллеи, ну и я думаю, многие с удовольствием придут, придут лизнуть мороженого, попить кофейку и посидеть, как говорится, будьте любезны. И здесь вот такая пая, где делают, где продают ручную работу. Ну, народ, я всегда обожаю зайти и почитать и посмотреть, что, как говорится, история вот такая, ну и суперски, что написано все. Здесь открыт новый бар, пожалуйста, туалеты, и когда мы увидели с кею душ, я говорю, а при чем здесь душ? Говорит, вот в этом здании большая сауна, то есть, видите, выходишь из сауны и здесь вот такие душевые кабинки. Здесь минетти мороженое продают, это итальянское мороженое, и здесь разбита вот такая уличная кафетерия, и они продают, если хотите купить кофе, с собой. Ну, это у нас красный кирпич, это старые здания картонки Техдас, то есть, где выпускали картонки, бумага, ну, да, вот, видите, человек приехал на велосипеде, тоже, как говорится, мы приехали на машине, паркинг есть, и паркинг бесплатный, и вот там идет эта стройка, то есть, там будет трамвайная линия, ну, и народ много раз приезжает на велосипеде, на велосипедах. Мы пришли с кею вот в этот, в этот магазин, это, конечно, ручная работа, дизайн, ну, и бижутерия, ой, как мне нравятся вот эти весюлечки, ой, как мне нравятся эти весюлечки, ну, и вся бижутерия сделана руками, и, конечно, никель-фри, то есть, ее можно покупать. здесь у нас кожаные сумки, и я видела вот такого плана обруча, посмотрите, 27 евро, и это натуральная кожа. Да, вот такой обруч на праздник, мне кажется, тоже очень красиво. Ну, и все, я, конечно, не могу обойти, очень большой этот парк, но, если вы пожелаете, и напишите, Оля, хотим по парку еще раз прогулку, конечно, мы с Кеюшкой пройдемся, ну, и в конце видео покажу, как мы сидим с ним у фонтана, ну, это просто красота. И посмотрите, старые вывески не ломают, то есть, вот, пожалуйста, видите, все вот эти старые вывески, когда здесь был завод, сохраняются. Ну, и здесь сделано вот так, то есть, люди с ограниченными возможностями, тоже могут приехать, ну, и мальчишки зазывают, пожалуйста, май, стояйте, то есть, попробуйте кофе, ну, и здесь можно купить вот это кофе с собой, стоит 18 евро, дороговато, конечно, но это натуральные баристы, то есть, тут не подкопаться, ну, и мороженое, лизуны мороженого всегда собираются в теньке, почему не посидеть и не сладиться вот этим временем, это время лета, и посмотрите, как здорово теперь вот можно действительно прямо на машинах приехать сюда, поставить машину на паркинг, и вот это здание, я смеюсь, Кею, я говорю, это что, однокомнатная квартира, Кею говорит, нет, это Мао Келлари, то есть, это вот такой погреб, где наверняка хранились еда, картошка, варенье, мясо, когда вот было, действительно, это карто, оно, вот где стоит Кею, я говорю, подожди, я сниму и приду к тебе, ну, и здесь у нас кафетерия, и она открыта, вот видите, сидит народ, как говорится, кто-то хлебает супешник, кто-то пьет кофеек, ну, здорово, что вот есть такие места в моем спальном районе, не обязательно нужно ехать в центр Тампере, ну, и я говорю Кею, пойдем сядем у воды, посидим, все-таки вот такой хороший сегодня денек, погреемся, ну, и потом отправимся опять домой, народ, напишите, пожалуйста, комментарий, если видео понравилось, поставьте палец вверх, ой, смотрю на свои ноги, вот так, суперски, ну, Кею тоже одел вот такие ботиночки, чтобы по парку походить, ну, и если видео понравилось, пожалуйста, поставьте палец вверх, да, финны гуляют вот так просто, приглашают соседей, каждый приносит, что он хочет выпить и закусить, то есть всегда вот такая свободная атмосфера, ну, и много раз мне задают вопросы, Оля, как сейчас относятся финны к нам, не знаю, народ, как относятся финны к нам, но ко мне относятся финны, как и относились раньше, то есть простые люди, они везде простые люди, и помните, у меня канал Вне политики, так что давайте все адекватные комментарии напишем под этим видео, пожалуйста, подпишитесь еще, если вы смотрите без подписки, на это у вас уйдет ровно 10 секунд, ну, и, конечно, мне очень будет приятно почитать ваши комментарии, не хворайте!